Продолжаем читать Шри Кришна Чайтанья Чаритамриду и так служить Святому Писанию. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Харидаса Тхакура, стих 222. Тогда царь змей, великий преданный Господа Вишну, поведал устами заклинателя змей о славе Харидаса Тхакура. То есть царь змей зашел внутрь, внутри сердца он был заклинатель змей, зашел в его тело. Это Ананта Дева, царь змей, необычный царь змей, это экспансия Верховной Личности Господа. То, о чем вы спрашиваете меня, величайшая тайна, хотя это знание сокровенное, я открою его вам в комментарии. Ачаря Дева. Его божественная милость решила Бхакти, святата Сарасвати Тхакура. Люди спросили заклинателя змей, скажи, почему ты отошел в сторону и стоял со сложенными ладонями, когда Харидас Тхакур, находясь в состоянии экстатистской любви к Богу, исполнял свой божественный танец, а затем упал на землю без чувств. И почему ты безжалостно избил Пракрита Сахаджа, когда тот упал на землю, изображая фальшивые эмоции? В ответ на это Шри Анантадев, находившийся в теле заклинателя змей, сказал следующее. То есть здесь Ачаря Дева говорит, что Шри Анантадев, который находился в теле заклинателя змей, сказал следующее. То, о чем вы меня спрашиваете, очень сокровенно, и это сложно описать. Тем не менее, я подробно расскажу вам обо всем. Все вы испытываете огромное почтение к Харидасу, став свидетелем его экстатического танца. Видя ваши почтительные отношения, псевдо-брахман из зависти стал подражать Харидасу, имитируя потерю сознания. Кому позволено из зависти мешать моему экстатистскому танцу? Кому позволено из зависти мешать моему экстатистскому танцу? И здесь, кому позволено из зависти мешать моему экстатистскому танцу, говорит сам Анантадев. То есть Анантадева фактически танцевал. Когда танцевал Шилагаридас таку, это Анантадева тоже танцевал. На языке чистого Байшнава танцует святое имя. Там в святом имени Рама, Кришна, Шимати Радарани. То есть Анантадева – это экспансия Баларамы. Из дерзости он стал подражать Харидасу, и поэтому я наказал ему. То есть подражать великому Байшнаву – это оскорбление, считается. Комментарий Ачария. Харидас таку искренний, трансцендентный, безупречный, чистый, предный Господа, тогда как псевдо-браман – отвратительный Пракрита Сахаджа. Сахаджи часто демонстрируют показные ложные эмоции, подражая поведению искренних и чистых Байшнавов, неумело стараясь соперничать с ними. Поскольку этот Пракрита Сахаджи из чувства зависти, вражды, пытался подражать поведению Магабхагават и Вашнаватакура, «Желая обрести дешевую славу доверчивых людей, не знающих истину, я справедливо наказал его». Прилюдно подражая религиозным чувствам, он пытался выдавать себя за человека достойного всеобщего почитания. Вот еще один момент Сахаджи, что они очень любят прилюдно показать свои экстазы на людях, потому что для них нужно это почитание. Комментарий. Подобно этому так называемому Брахману, многие безбожники и лицемеры старательно изображают поддельные религиозные чувства, надеясь, что люди станут поклоняться им как великим преданным Бога. В этой связи рекомендуем читателям обсудить определение баковраты, обета утки, и байдала, враты, обета кошки, как они приводятся в следующих стихах Писания. И Ачарядев приводит из Дарма, Шастры, Вишну, два стиха. Обетом утки называют притворное поведение Брахмана, который всегда ходит, опустив глаза, изображая себя смиренного человека и скрывая под внешней покорностью свою жестокость и бессердечность. Дарма, Шастры, Вишну, 93.9. Обетом кошки называют поведение Брахмана, течащихся своей религиозностью, а также жаждущих чужого богатства, лицемеров, обманщиков, завистников и богохульников. Дарма, Шастры, Вишну, 93.8. Дарма, Шастры, Вишну, 93.9. Далеки от служения лотосным стопам Господа. Стремясь наслаждать материальные чувства, они гордо облачаются в одежде преданных, но их публичное притворство под видом религиозных эмоций предназначено лишь для того, чтобы обмануть наивных людей. Там, где в поведении людей присутствуют признаки показанной религиозности, обета утки, обета кошки, не может быть и речи о чистом преданном служении Бога. Эти сложные проявления преданности всегда указывают на наличие гордости, лицемерия и посторонних мотивов. Любой, кто увидит Харидаса, тотчас же освободится от такого невежества. Когда он танцует, вместе с ним танцует сам Кришна. Вся вселенная очищается, созерцая божественный танец Харидаса. Вот здесь стихи Анандадева дает подтверждение этому, что когда танцует Харидас, так с ним вместе танцует сам Кришна. И вся вселенная очищается, просто созерцая божественный танец Харидаса. Комментарий. Когда люди наблюдают танец Вайшнава в полных стремлениях служить Господу, их материальному рабству приходит конец, тогда как показные эмоции Пракрита Сахаджи лишь усиливают страдания, порожденные материальным существованием. Когда Вайшнав танцует ради удовольствия Кришны, в сердцах обычных людей пробуждаются возвышенные эмоции преданности. Но показные религиозные чувства материалистов-притворщиков лишь умножают зло этого мира. Каждый раз, когда Хакур Харидас являет свой трансцендентный танец, Господь Кришна Чандра тоже начинает танцевать вместе со всеми своими спутниками. Видя танец Харидаса, удачливые люди освобождаются от всех грехов, накопленных ими из-за множества жизней, и обретают благочестие, которое в должный срок приведет их к чистому предному служению Богу. Вот это благочестие очень важно. Сегодня утром я слушал лекцию Шила Правопада. Решила Правопада объяснял, что пока человек не накопит благочестие в бахте, он не сможет прийти к чистому предному служению Богу. Грехи, наоборот, закрывают доступ к чистому предному служению Богу, а благочестивые действия в бахте, наоборот, увеличивают это благочестие и приведут к тому, что человек накопит благочестие в какой-то момент, когда уже достаточно будет благочестия в бахте, человек может заняться чистым преданным служением. Но ни в коем случае, Шила Правопада говорит, нельзя оставлять преданное служение, потому что как только мы оставим благочестивые действия в предном служении, грехи, они просто сожрут человека. То есть реакции такие могут быть, что человек абсолютно может просто забыть даже о Кришне, о предном служении. И все в этом материальном мире несут эти реакции. Тот, кто не предан Господу Шикришне и действует как наслаждающийся, он просто несет эти реакции. Вот именно эти греховные реакции из жизни в жизнь не дают человеку, и углубляются, и усугубляются больше, не дают человеку выйти из этих адских рождений материальных. 8 миллионов 400 тысяч жизней, из них 8 миллионов разных жизней, насекомые адские, райские разные, адские насекомые, животные, растения, все. А вот 400 тысяч – это человеческие жизни. Из этих 400 тысяч и полубоги тоже входят в эти 400 тысяч тела полубогов. Но только шанс в человеческом образе жизни, человек иметь шанс достичь предного служения Богу и очиститься до конца, и больше не рождаться. Этот шанс может не повторяться так часто. Очень сложно, и Шила Прабхапада говорил в этой лекции, пока свежая, я помню, что люди просто не представляют, не верят просто, не понимают, не верят, не представляют, какой шанс у них сейчас есть. Они не понимают, что они могут миллионы и миллионы жизней в самсаре кружиться и страдать, в Баду и в разных жизнях, которые абсолютно непригодны для того, чтобы предным служением заниматься. Это просто ужасное состояние, что человек не верит в Священное Писание и продолжает действовать в человеческом теле, продолжает действовать, как двуногое животное, как Шила Прабхапада говорил. То есть это означает, что человеческая жизнь закончится, и человек пойдет в ад, и потом после ада родится животным, насекомым и так далее, 8 миллионов жизней. Это просто ужасная участь. И поэтому святые великие, они, их сердца сжимаются от сострадания, видя, настолько люди погрязли в невежестве, и настолько они сами копают себе постоянно могилу. Дальше. Имя Харидас как нельзя лучше подходит ему, продолжает Анантадеба, ибо в его сердце всегда живет Шри Кришна. Харидас значит слуга Господа Гарин. Комментарий. Объяснение второй строки данного стиха можно найти в Шимадвагаватам 9, 4, 63, 68. Он относится к состраданиям ко всем живым существам и всегда заботится об их благе. Он всегда сопровождает Господа во всех его воплощениях. Комментарий. Харидас так уж с любовью заботится обо всех живах. Он благодетель и доброжелатель всех движущихся и неподвижных существ. Он приходит в мир вместе с Господом. Иными словами, он постоянный участник всех его игр. Вот это любовь и сострадание – это одно и то же. Есть любовь, есть сострадание. Нет любви у человека, нет сострадания. Это то же самое качество. Просто сострадание – оно проявление любви. У любви духовной есть много проявлений, не только сострадание. Сострадание проявляется тогда, когда мы видим проблемы. Но у любви есть много проявлений именно служить. Служить ради удовольствия объекта любви. Вот это самое важное проявление любви. Сострадание тоже включает в себя служение, но с чувством помочь быть благодетелем, доброжелателем. И Шиларидас Такуру заботился обо всех джимах, то есть и движущихся, и неподвижных, и о деревьях, о насекомых, о растениях, о цветах, о траве. Он повторял громко, Гарри Кришна, чтобы все освободились от этого повторения. Его сердце было полно сострадания. Ниананда Дэва так прославляет Шиларидас Такуру дальше. Он никогда не оскорбляет Вишну и Вайшнавов, и даже во сне не отклоняется от истинного пути. Комментарий. Шиларидас Такуру – близкий спутник Господа, поэтому он не способен совершить оскорбление Вишну и Вайшнавов. В отличие от обычных людей, он даже во сне не может оставить служение Кришне. Благодаря даже одному мгновению общения с Харидасом, человек может обрести прибежище у лотосных стоп Кришны. Комментарий. Если благодаря великой удаче, обретенной в результате совершения правильных поступков в течение многих жизней, человек обретет общение с Харидасом Такуром, хотя бы на мгновение, он вскоре достигнет лотосных стоп Господа. Даже Брама и Шива погружаются в величайший духовный экстаз, общаясь с таким возвышенным преданным, как Харидас. Комментарий. Боги во главе с Брамой всегда стремятся обрести духовное богатство благодаря общению с такими маха-бхагавата-вайшнавами, как Харидас Такур. По воле Господа Харидас родился в семей низших слоев общества, чтобы показать, что благородное происхождение и высокое общественное положение не имеют истинной ценности. Комментарий. В результате греховных или праведных поступков обусловленная душа рождается среди высших или низших форм жизни. Так проявляются плоды ее кармы. Но с духовной точки зрения рождение в возвышенной и благородной семье не имеет подлинной ценности. По воле Господа Харидас Такур родился в мусульманской семье для того, чтобы проповедовать эту высшую истину всему миру. Даже если преданный Господа рождается в низкой семье, все равно он достоин почитания. Таково заключение священных писаний. Комментарий. Рождение благородной или низкой семье является следствием прошлых праведных или греховных поступков человека, определяющих его карму. Каждое живое существо является преданным Господа Вишну. И хотя по происхождению его причисляют к низшим или высшим слоям общества, правильно было бы определять его положение в соответствии с уровнем его преданности Господу. Об этом громогласно возвещают писания Вайшнавов. Неправильно думать, что тот, кто родился в неблагородной семье, недостоин заниматься преданным служением Господу Вишну. Вайшнав, несмотря на низкое происхождение, является достойным браманом и духовным учителем, и ему должны поклоняться все люди, включая рожденных в более высоких кастах. То есть семья, где родился Вайшнав, сколько бы ни с кем не было, не имеет значения. Ачари Адевди сказал в комментариях, что по уровню преданности нужно судить о человеке. Если человек родился в благородной семье, но не поклоняется лотосным стопам, Пшикришны, его высокое происхождение не принесет ему пользы, и он попадет в ад. Комментарий. Даже если в результате прошлой благочестивой деятельности человек рождается в аристократической и благородной семье, но проявляет равнодушие к служению Господу, он, несомненно, отправится в ад. Это подтверждает один из девяти йогендер по имени Чамаса в беседе с Махараджем Ними. Если кто-либо из представителей четырех варны, четырех ашемов пренебрегает поклонением Верховному Господу или сознательно проявляет неуважение к Верховной Личности Бога, который является самим источником его существования, он потеряет свое положение и падет в ад. Шимадбхагаватам 11.5.3 Для подтверждения слов священных писаний Харидас родился в неблагородной семье. То есть специально было такое рождение Господь дал, чтобы доказать потом, что это не имеет значения. Харидас родился в неблагородной семье точно так же, как Праглада родился в семье демонов, а Хануман семья обезьян. Даже боги мечтали прикоснуться к телу Харидаса, а мать Ганга мечтала, чтобы Харидас вошел в ее воды. Комментарий. Подобно тому, как Шим Праглада родился в демонистской семье представителей, которые с рождения были враждебны Вишсу, а Шим Хануман родился в семье животных по воле Господа. Такур Харидас родился в семье мусульман. Обычно люди мечтают очиститься благодаря благословению богов или омовению в Ганге. Но что говорить о богах во главе с Брамой, если даже самое священное из реки Ганга, берущее начало уступ Господа Вишну, желало обрести славу благодаря прикосновению к телу Маха-Бхагаваты Парамагамсы Вашнава-Ачарь Харидаса-Тхакура, который был представителем всех богов на земле. Мы можем заметить, насколько искренне и возвышенно обращается в комментариях его святейства Шилабхакстаса Асвати-Тхакур, говоря об Намачаре Шилхаридаса-Тхакура. Ганга, берущее начало уступ Господа Вишну, желало обрести славу благодаря прикосновению к телу Маха-Бхагаваты Парамахамсы, Вашнава-Ачарь Харидаса-Тхакура, который был представителем всех богов на земле. Спаршерки дая декилей Харидаса Чиндэ-Сарва-Джи-Верана-Ди-Карма Паршам Что говорить о прикосновении, если даже увидев Харидаса, человек освобождался от рабства межской деятельности? Комментарий. Не говоря уже о прикосновении к телу Харидаса, человек навсегда освобождался от такого материального существования, порожденного невежеством, если ему удавалось лишь раз увидеть этого возвышенного святого. Если человек видел того, кто принял прибежище у Харидаса, он немедленно освобождался от материального рабства. Комментарий. Даже увидев того, кто принимал намачари у Харидаса своим духовным учителем, человек мог разорвать путы материальной жизни и встать на духовный путь. Вот какое могущество. Шианан Тадек говорит про Шила Харидас Такура. Даже тот, кто принял прибежище у Шила Харидаса Такура, если мы увидим его, мы можем немедленно освобождаться от материального рабства. Здесь говорится, если человек видел того, кто принял прибежище у Харидаса, он немедленно освобождался от материального рабства. Комментарий. Даже увидев того, кто принимал нам Ачарию Харидаса своим духовным учителем, человек мог разорвать путь материальной жизни и встать на духовный путь. Итак, дорогие преднаны, мы прочитали с 222 по 244 стихи Ади Канды 16 главы Шича и Таня Бхагаваты очень сладкие, замечательные, могущественные слова Шиананда Дева прославления качеств Шила Гаридаса Такура. Если будет милость Господа, мы продолжим дальше. 316 стихов в этой главе. Продолжим дальше, если будет на то милость. И постараемся с верой слушать, воспевать и служить этому Писанию и очистить сердце. Просто имя Харидас уже освобождает человека от миллионов грехов. Это святое имя. Не только святые имена Господа, Арея Кришна, Рама, а еще имена Его спутников, святые имена. И Господь Чайтанима Апрабу иногда повторял имена разных Гопи, просто их имена повторял в эстазе любви. И некоторые не понимали. но на самом деле так объясняется, что эти имена святые Ганга, Харидас, Хануман, Прохлада, Шила Бхакти Ситанта Старослати Такур, Шила Бхакти Вино Такур, Абхайчара Нарабинда Шила Бхакти Видан Свами Прабхупада. Шила Бишвана Чахар Ваш Такур, Шила Лопа Госпами, Шила Санатана Госпами, Шила Джива Госпами, Шила Рагуна Таас Госпами, Шила Рагуна Таас Госпами, Шила Гопа Албата Госпами. Это все личности со святыми именами. Их имена необычайно очищают наши сердца. Только имена уже очищают, не говоря о служении, предании, не говоря об общении с теми, которые предались. И Шила Бхарапада без сомнений он тот, кто всегда имеет прибежище у Шила Алида Скакуру. Поэтому немедленно можно освобождаться от материального рабства, как говорится в этом стихе 244-м. И если человек увидит Шила Прабхупаду. Шила Прабхупад, Кичай, спасибо большое. И основнаку по Продолжение следует...